Итак, томатная вода. Простая, но интересная техника, с помощью которой мы будем извлекать прозрачный сок томатов, из которого можно сделать что угодно. Например, сферы, спагетти, мармелад, икру и даже безе. Про безе из необычных продуктов я, скорее всего, сниму в ближайшем будущем. Так что подпишись, чтобы не пропустить, будет интересно. А пока что мы приготовим мусс из томатной воды. А перед этим саму томатную воду. И буду кэпом, но я должен об этом сказать. Вкус томатной воды будет напрямую зависеть от вкуса томатов. Поэтому выбираем самые вкусные. Итак, начнем уже. Для приготовления томатной воды нам нужно взять 1 кг томатов, разрезать их пополам для лучшего пробивания в блендере, положить их в блендер, добавить 10 г соли и максимально пробить. Минут 5. Но это зависит от блендера. Возможно, потребуется немного больше времени. Нужно смотреть, чтобы масса была однородной. И, кстати, соль очень важна. Она способствует высвобождению сока из томата. Если пробивать без соли, то получится жидкое пюре, которое очень сложно процедить. После того, как мы пробили томаты солью до однородной массы, нам нужно сделать вот такую конструкцию. Гастроемкость. Шинуа. Это конусное сито, если кто не в курсе. В сито положить ткань. Я использовал. Ашебори. Это такие японские салфетки, которые подают гостю, чтобы он мог протереть руки перед едой. Кстати, такую же систему фильтрации мы делали, когда готовили зеленое масло. Если не видел этот видосик, посмотри. Ссылка в подсказке. Вот сюда жми. После того, как сделали эту систему фильтрации, заливаем туда пробитые томаты и накрываем пищевой пленкой. Во избежание обсеменения и попадания нежелательных сюрпризов в нашу заготовку. И отправляем в холодильник. Через час получаем вот такой результат. Прозрачный сок из томатов готов. Следующая техника – это приготовление мусса. Для этого отмерим 300 грамм автоматной воды. Положим в нее 10 граммов желатина. Немного подождем, пока он размякнет, и доводим до кипения. Переливаем все в сифон. Заправляем двумя баллонами оксида азота. Он же, кстати, веселящий газ, если кто не в курсе. И отправляем сифон на 20 минут в холодильник или в ледяную баню. Перед использованием нужно хорошенько встряхнуть баллон. На вкус это просто томат. Но когда он в таком виде, не все могут сразу догадаться, что это такое. Но все как один говорят, что вкус очень знакомый. Прикольно наблюдать, как люди гадают, что они только что съели. Вот такой вот мусс. Спасибо, что досмотрел до конца. Подписывайся, если ты тут впервые. Делай репост, оценивай видео. И жди новый конкурс, кстати. Надеюсь, скоро его уже сделаю. Спасибо еще раз за просмотр. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok